Радио Минск. С любовью о Минске. 11.06. Ну, солнце просто украшает. Вечером и ночью наша иллюминация радует взорну просто невероятно. А сейчас солнце спасибо большое за то, что оно у нас действительно есть. 11.06. полна оптимизма я и потираю руки в предвкушении кому же, кому же я подарю подарочки. Брендированную дорожную сумку, как раз в путешествие в новогодний можно отправиться, и пивной стакан. Но это можно воспользоваться и на месте. Собственно, чем перевозить стекло. Почем зря. А все почему? А потому что у нас радиовикторина под названием «Безопасный Новый год». Минске городское управление МЧС нам предоставило подарочки и напоминает накануне рождественских и новогодних праздников, что проходит акция «Безопасный Новый год». Нужно помнить о безопасности постоянно. Если пиротехнику уже закупаете в специализированных магазинах, требуйте у продавцов сертификат. Читайте обязательно инструкцию. Это важно. Смотрите, чтобы упаковка была целой. Тут уже не надо стесняться и скромничать. Ай, ну что, я пойду возвращать, чека нету, забыл далеко. Нет. Посмотрели, вернулись, уточнили. Целая должна быть она. И при запуске пиротехники следите за тем, чтобы люди находились на безопасном расстоянии. Это важно. Поэтому мы сейчас найдем самых внимательных, самых любознательных слушателей. Буквально после композиции от Джорджа Торгуда «Hello, little girl», задам свой вопрос вам я и буду ждать ответа на короткий номер 9240. Помимо Джорджа Торгуда, «Шериф», далее Айра Смит, Эрик Лэптон, Тирекс, Дакота, Дэв Леппорт, Клифф Ричард, Лайф, Кевин Костнер и я, Любовь Луцевич. А сейчас проверим внимательно, ли вы слушаете новости на Радио Минск, программы, например, «Званый гость». И читайте портал minsknews.by. В принципе, в курсе ли вы украшения города к праздникам. Вопрос очень простой для вас. Если действительно вы с любовью о Минске относитесь и к Минску. Я хочу спросить, сколько елок поставлено во всем городе к зимним праздникам? Именно организация Минской рекламы и Мингорсвет. Сколько? Количество? Я жду правильного ответа на короткий номер 9240. Тот человек, который первым правильно сделает, попадает в финал. И мы проведем суперфинал уже в эфире. Есть у меня парочка... Нет, пожалуй, ограничимся одним вопросом с вариантами ответов для того человека, который претендует на получение брендированной дорожной сумки и стакана радиовикторины «Безопасный Новый год», как я уже вам сказала. Напомнила про пиротехнику, как покупать. А теперь пора бы уже нам с вами продемонстрировать знания. Во-первых, города. Сколько елок на 9240? Пишите точное количество. Небольшую подсказку вам скажу. До 30. А вот сколько? Это уж вы, полагаясь на свою собственную совесть и память. Ну, есть у вас пока изучить композиции от группы «Шериф» и, возможно, Айра Смит, возможность и пошерстить. На minsknews.by точно писали, в «Минском курьере» писали. И мы говорили с директором предприятия «Минск. Реклама» в эфире «Радио Минск». Точное число от вас и попадаете в финал. Желаю всем удачи. Получается, что мы сейчас ищем наиболее подготовленных к Новому году людей. Не только, так сказать, материально, но и морально, и информационно. Много было версий, и все они вплоть до последнего были неверны. Но тут Михаил исправляется и присылает нам правильный ответ. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы, пожалуйста, объявите всем во всеуслышании, для тех, кто еще не знает, сколько у нас елок в Минске стоит. Двадцать девять. Этот звук означает правильный ответ. Хороший звук. Мне тоже нравится. Михаил, вы видели хоть одну уже наряженную, красивую? На площади независимости. И как вам? Красиво. Постояли? Сфотографировались? Нет, я не люблю фотографироваться. Вообще? Ну, люблю живьем стоять. Ну, а на память себе потом, чтобы вспоминали, как в 2019-е провожали возле елочки. Ну, это ближе к Новому году будет. Понятно, это хорошо всем семейством. Ну, смотрите, у нас подарок не для семейства, он такой. Хотя вещи семьи можно разместить. Сумка такая дорожная, красивая. Вам какой цвет нравится? Красный или синий? Синий. Так, уже помечтали. Почти представили у себя дорожную сумку с логотипом МЧС синего цвета, пивной стакан. Но нам нужно с вами еще одолеть один вопрос. Так, решай, какой же из них задать. Ну, наверное, этот. У вас дети есть? Есть. Так, молодые? Ну, как бы уже в летах. В летах. Слушайте, ну, значит, вы прошли эту стадию, но, тем не менее, нужно знать, внуки же появятся, да? Отправите их, например, за пиротехникой к Новому году. А с какого возраста разрешена продажа пиротехнических изделий гражданам? Зачитаю вам. Четыре варианта ответов, только один правильный. 21, 16, 15, 18. Я считаю, 18. Вы считаете, раньше продавать нельзя? Я думаю, нет. А может, вы путаете немножко с табачными изделиями? Ну, если куришь табак, то можно, наверное, и взрывать пиротехнику. Ну, некоторый может побаловаться, но курить нельзя так хоть вот, может, петардочку. Ну, 20, я не знаю, если можно, второй вариант. Подождите, я же вам намекаю наоборот, на помладше. Ага. 15, 16, 18, 21. Ну, дети будут баловаться. Опасная вещь для пожарников. Опасная? Ну, закон предполагает же что-то. Ну, решили, что уже в этом возрасте, ну, в принципе, ну, сознательно. Будем спорить с вами, потому что радиоинюзка, уважаемая радиостанция, поэтому считать что? Шестнадцать. Шестнадцать. Считайте вы. Может, еще подумайте немножко? Я просто так вот считаю, что нужно немножко еще подумать, взвесить, и последний, третий вариант вот будет самый верный. С какого возраста разрешена продажа пиротехнических изделий гражданам? Двадцать один, шестнадцать, пятнадцать, восемнадцать. У вас есть помощь зала, кому обратиться рядом? А можно? Пожалуйста. Помощь зала. Я имел в виду, рядом с вами кто-то стоит. У меня-то тут никого. Я и пульт, и вы, и вся страна. Ну, здесь супруга, может, головой... Она говорит, наверное, шестнадцать. Ну, жена всегда права, давайте шестнадцать. Она считает шестнадцать? Да. А вы поняли мой намек, что, может, еще подумать нужно? Или все-таки нет? А что там думать? А что думать, слушайте? Пятнадцать, ну, давайте пятнадцать. Так все-таки. Знаете, по этому поводу мне хочется сделать вот так, а потом как будто бы вот так, потому что я не поняла, какой вариант вы выбираете. Михаил, и так, мы сами уже запутались. Все, вот так вот все обнулили немножко и поняли. Двадцать один, шестнадцать, пятнадцать, восемнадцать. И? Ну, уже правильно, давайте. Пятнадцать. Пятнадцать! Это верно. Ура! С Новым годом, с наступающим всех радиослучащих, и радио Минск любимого. Ну, и весь персонал, личный состав. Спасибо. Рады стараться так точно представить к награждению Михаила. За эфиром расскажу как. А пока всем приказываю наслаждаться Эриком Клэптоном. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова